Предисловие. Блокчейн – это многофункциональная и многоуровневая информационная технология, предназначенная для надежного учета различных активов. Потенциально эта технология охватывает все без исключения сферы экономической деятельности и имеет множество областей применения. В их числе финансы, экономика и денежные расчеты, операции с материальными активами, реальная собственность, недвижимость, автомобили и тому подобное, операции с нематериальными активами, права голосования, идеи, репутация, намерения, медицинские данные, личная информация. Более того, блокчейн создает новые возможности по поиску, проверке, оценке и передаче различных единиц ценностей. По сути, это новая организационная парадигма для координации любых видов человеческой деятельности в немыслимых ранее масштабах. Вполне возможно, мы находимся на пороге блокчейн-революции. Эта революция началась с появлением новой экономической реальности в интернете, альтернативной валюты под названием биткоин, которая имитируется и обеспечивается не государством, а пользователями биткоин-сети при автоматизированном достижении консенсуса между ними. Но уникальность этой валюты заключается в том, что ее пользователям не обязательно доверять друг другу. Встроенные в систему алгоритмы саморегулирования предотвращают любые злонамеренные попытки обмана. Если быть точным, то с технической точки зрения биткоин это цифровые деньги, обращающиеся в децентрализованной пиринговой электронной платежной системе, основанной на публично доступной книге учета, именуемой блокчейном. По сути, это новая форма денег, комбинирующая одноранговый обмен файлами, подобно программе BitTorrent, и криптографическую систему с открытым ключом. Одноранговый, децентрализованный или пиринговый обмен файлами – это обмен файлами в сети, основанной на равноправии участников. По-английски peer-to-peer означает «равный к равному». Часто в такой сети отсутствуют выделенные серверы, а каждый узел – peer – является как клиентом, так и выполняет функции сервера. В отличие от архитектуры клиент-сервера, такая организация позволяет сохранять работоспособность сети при любом количестве и любом сочетании доступных узлов. Участниками сети являются пиры – криптографическая система с открытым ключом или асимметричное шифрование, асимметричный шифр, система шифрования или электронной подписи, при которой открытый ключ передается по открытому, то есть незащищенному, доступному для наблюдения каналу и используется для проверки электронной подписи и для шифрования сообщения. Для генерации электронной подписи и для расшифровки сообщения используется закрытый ключ. С момента возникновения биткоина в 2009 году у него появился целый ряд подражателей – альтернативных криптовалют, в целом использующих тот же подход, но с некоторыми изменениями и улучшениями. Важно, что блокчейн-технология способна стать органичной экономической оболочкой сети интернет, обслуживающей онлайн-платежи, децентрализованный обмен, заработок и расходование денежных единиц, получение и передачу цифровых активов, а также создание и исполнение умных контрактов. Как средство децентрализации эти технологии могут стать следующим фундаментальным прорывом в информационных технологиях, после мейнфреймов, персональных компьютеров, интернета, мобильных и социальных сетей. Они способны коренным образом изменить жизнедеятельность человечества, как это в свое время сделал интернет. Валюта, контракты и приложения блокчейн вне финансовых рынков. Потенциальные выгоды от применения блокчейн-технологии лежат не только в сфере экономики. Они распространяются на политику, а также на гуманитарные, социальные и научные области. Технологические возможности блокчейна уже задействуются для решения реальных общественных задач. Например, блокчейн может стать средством противостояния политическому произволу за счет внедрения децентрализованных облачных функций, которые ранее управлялись исключительно официальными организациями. Это удобно таким лицам, как Эдвард Сноуден, и таким организациям, как Викиликс, в связи с тем, что пожертвования на их адрес через международные платежные системы в ряде стран находятся под запретом. Преимущества блокчейн-технологий оценили и транснациональные политически нейтральные организации, такие как ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами. Службы DNS, Domain Name System, система доменных имен. Это система, позволяющая преобразовывать символьные имена домена в IP-адреса и наоборот. Домен-определенная зона в системе доменных имен интернета, выделенная какой-либо стране, организации или для иных целей. Помимо ситуаций, когда общественные интересы выходят за рамки национальных границ, целые отрасли экономики смогут освободиться от избыточного регулирования и лицензирования, навязанных иерархическими структурами, лоббистами и группами влияния внутри государств. Это позволит создавать новые модели бизнеса, не отягощенные ненужными посредниками. Изменения в законодательстве, которые активно поддерживаются отраслевым лобби, фактически запретили предоставлять рядовым потребителям новые услуги в области генетики. В частности, речь идет о персональной геномике, разделе науки, связанном с секвенированием и анализом генома человека. После расшифровки генотипа его можно проанализировать для определения вероятности риска заболеваний человека. Однако новейшие экономические модели, в частности экономики совместного использования, sharing economy, реализуемые такими компаниями, как например Airbnb и Uber, эффективно противостоят запретительным инициативам властных структур. Вдобавок к экономическим и политическим преимуществам, координация, учет и безотзывность транзакций в блокчейн-технологии, могут стать такой же основой для прогресса общества, какой в свое время стали Великая Хартия Вольностей или Розетский Камень. Великая Хартия Вольностей, по-латински Magna Carta Libertatum, политико-правовой документ, составленный в июне 1215 года на основе требований английской знати к королю Иоанну Безземельному, и защищавший ряд юридических прав и привилегий свободного населения средневековой Англии. Состоит из 63 статей, регулировавших вопросы налогов, сборов и феодальных повинностей, судоустройства и судопроизводства, прав английской церкви, городов и купцов, наследственного права и опеки. Ряд статей Хартии содержал правила, целью которых было ограничение королевской власти путем введения в политическую систему страны особых государственных органов, Общего Совета Королевства и Комитета 25 Баронов, обладавшего полномочиями предпринимать действия по принуждению короля к восстановлению нарушенных прав. В силу этого данные статьи получили название «Конституционных». Блокчейн может служить надежным хранилищем имеющих общественную ценность записей, таких как реестр документов и событий, личных данных и активов. В такой системе каждый актив может стать умным активом – smart property. Каждый актив в блокчейне кодируется уникальным идентификатором, по которому актив можно отслеживать, контролировать и обменивать, продавать или покупать. Это означает, что любые виды материальных – дома, автомобили и другие – и цифровых активов можно регистрировать и совершать с ними транзакции на блокчейне. В качестве примера, которых в этой аудиокниге будет еще немало, можно привести использование блокчейн-технологии для регистрации и защиты объектов интеллектуальной собственности. Новая отрасль так называемого «цифрового искусства» – digital art – предлагает услуги по частной регистрации в распределенном журнале, записи точного содержания любого цифрового актива, файла, изображения, медицинской записи или программного обеспечения. Блокчейн может дополнить или полностью заменить собой все существующие системы управления интеллектуальной собственности. Работает это следующим образом. Для начала к любому файлу применяется алгоритм, сжимающий этот файл в короткий код из 64 символов, называемый хэш, который уникален для данного документа. Это число ставится в соответствие данным произвольной длины таким образом, чтобы вероятность появления различных данных с одинаковым хэшем стремилась к нулю, а восстановить данные по их хэшу было как можно труднее. Каким бы ни был размер файла, например, объем файла генома составляет 9 гигабайт, на выходе получается уникальный 64-символьный хэш, не позволяющий восстановить исходный файл. Полученный хэш включается в блокчейн-транзакцию с добавлением метки времени, доказательство существования цифрового актива на тот момент. Имея исходный файл, который хранится на компьютере собственника, а не в распределенном журнале записей, всегда можно повторно вычислить его хэш и убедиться, что содержимое файла не подверглось изменению. Нельзя полностью исключить ситуацию равенства хэшей у двух разных файлов, но число 64-символьных хэшей намного больше числа файлов, которые человечество сможет создать в обозримом будущем. Это похоже на криптографический стандарт, заключающийся в том, что схему можно взломать, но вычисления займут время, которое превышает время существования Вселенной. Стандартизированные механизмы правового регулирования, например, договорное право, стали революционным шагом вперед для всего общества. Стандартизированные операции с интеллектуальной собственностью при помощи блокчейна могут стать следующей поворотной точкой для лучшей координации цифрового общества, по мере того, как все большая часть экономической деятельности приводится в движение идеями. Блокчейн 1.0, 2.0 и 3.0 Многие уже начинают понимать, что благодаря своим экономическим, политическим, гуманитарным и юридическим преимуществам биткоин и блокчейн технологии превращаются в мощнейшую подрывную инновацию, способную коренным образом изменить большинство аспектов жизни общества. Для упорядочения и удобства давайте разделим различные существующие и потенциальные технологические аспекты блокчейн-революции на три категории блокчейн 1.0, 2.0 и 3.0. Блокчейн 1.0 – это валюта. Криптовалюты применяются в различных приложениях, имеющих отношение к деньгам, например, системы переводов и цифровых платежей. Блокчейн 2.0 – это контракты. Целые классы экономических, рыночных и финансовых приложений, в основе которых лежит блокчейн, работают с различными типами финансовых инструментов, с акциями, облигациями, фьючерсами, закладными, правовыми титулами, умными активами и умными контрактами. Блокчейн 3.0 – это приложения, область применения которых выходит за рамки денежных расчетов, финансов и рынков. Они распространяются на сферы государственного управления, здравоохранения, науки, образования, культуры и искусства.